В течение столетий От Мали до России появились мечети сказочной красоты. Именно здесь, в мечетях, формируется и совершенствуется очаг духовной жизни мусульман. Для мусульман мечеть является местом поклонения, законопослушания и встреч, а также выступает в качестве территории для воспитания, обучения и укрепления духовной общности. Каждая мечеть уникальна своей архитектурой и дизайном. Она наполнена особой непередаваемой атмосферой чтения Корана и вознесения искренних просьб ко Всевышнему Аллаху, Господу миров. И сегодня мы отправимся в путешествие по миру ислама, осветив великолепие семи мечетей, семи чудес исламского мира. Первое. Священная мечеть Аль-Харам в Мекке является самой большой мечетью в мире. В ее центре находится Кааба – кубическое здание, окутанное в черную ткань, расшитое золотыми нитями. Кааба – самая главная достопримечательность ислама. Каждый раз совершая намаз, все мусульмане в любой точке земного шара устремляют лицо в одном направлении – в сторону Каабы. Слово «Кааба» в переводе с арабского означает «дом». В действительности это символический дом Всевышнего, символ того, что люди поклоняются ему здесь, на земле. Кааба очень красива и столь же проста. Это удивительное, гармоничное место. Благодаря стараниям пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, Кааба и по сей день остается символом поклонения Всевышнему Аллаху. Второе. Мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в Лучезарной Медине. Масджид-ан-Набауи – вторая по значимости священная мечеть после Каабы в Мекке. В ее строительстве принимал участие сам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. В мечети пророка, саллиллаху алейхи вассалям, под зеленым куполом расположена его могила. Первые два праведных халифа, Абу-Бакар и Умар, да будет доволен имя Аллах, также похоронены в мечети пророка. Медину называют Лучезарной, Мадина аль-Мунауара. Ежегодно этот мегаполис, население которого сегодня насчитывает свыше миллиона жителей, посещает такое же число паломников со всего мира. Мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям, имеет 89 входов. Ее украшает купола весом по 80 тонн каждый, они автоматически открываются и закрываются. Сердцем мечети является небольшая территория, названная садом пророка Арраула, частичкой рая на земле. Третье. После Мекки и Медины, Иерусалим, третий священный город ислама. Практически из любой точки Иерусалима можно увидеть эти две достопримечательности исламского мира. Мечеть Алякса и располагающуюся неподалеку мечеть Купол Скалы. В этой мечети имеется камень, откуда пророк Мухаммад, алейхи вассаляту ассалям, начал свое путешествие при Вознесении на небеса. Мечеть Алякса была построена в VII веке, на сегодняшний день она стала местом поклонения для многих тысяч людей. Восхищаясь этой мечетью, человек думает о том, какую эмоциональную и символическую мощь она содержит в себе. Идея о бесконечном пространстве. Идея о вечной жизни в потустороннем мире. Четвертое. Комплекс Альгамбра в Гранаде, Испания. Датируется XIII веком. Он был разработан исламскими архитекторами Андалусии под вдохновением коранических описаний рая, как оазис с деревьями, фонтанами и дворцами. Гранада занимает важное место в сердцах и памяти многих мусульман. Воплощая собой изящество исламской архитектуры, Альгамбра является одной из самых посещаемых туристами достопримечательностью Европы. Пятое. Голубая мечеть в Стамбуле. Одно из самых выдающихся сооружений Европы. Для декорации интерьера использовано более 20 тысяч голубых керамических изразцов, благодаря которым мечеть и получила свое название. Она считается одним из величайших шедевров мировой архитектуры и символизирует собой наивысшую точку развития исламской цивилизации. Удивительная красота Голубой мечети раскрывает все грани образованности мусульман и утонченности их вкуса в сооружении мечетей. Великая мечеть Дженне в Мали. Уникальная мечеть, расположенная на западе Африки. Это самая крупная глиняная мечеть в мире. Она была построена в XIII веке и является частью великого национального достояния. Мечеть в Дженне весьма типична для западноафриканской архитектуры. Для ее постройки использовался такой материал, как глина. Внутри мечети много колонн. Там очень темно и тихо, что создает удивительную атмосферу духовности и простоты. Седьмое. Мечеть Батшахи в Лахори, Пакистан. Когда мечеть Батшахи впервые была построена, она была одной из крупнейших мечетей в мире. И все, кто посещают ее, восхищаются внушительным видом мечети и в то же время грациозными очертаниями ее линий. Несмотря на свои внушительные размеры, мечеть и прилегающая территория очень просторно, открыто. Это ощущение легкости как бы символизирует ту самую гармонию и покой, которые дарит ислам.